приветствую вас дорогие друзья сегодня у меня будет прямой эфир с федором кузнецовым прошлый раз пару дней назад мы делали с ним совместный фир очень интересно и живой получилось очень много полезной информации федор дал до техник там раза по сохранению при умножении вот этой вот энергии которые есть человеке но по техническим причинам у меня технические накладки были эфир сохранить не удалось поэтому сегодня с федором кузнецовым мы опять проведем эфир и сегодня мы будем говорить про так называемый путь сердца то есть что это такое какова эта концепция да федор нам сейчас расскажет и мы как сохранять и умножать вашу энергию как сделать так чтобы перестали тратить почему почему всегда федор нам расскажет ты на самом деле больше об этом знаешь но блин ты же как бы этот как его ты спикер да я же тебя пригласил да ты мой гость я тебя поэтому говорить хорошо будем считать что ты будешь нам рассказывать про путь сердца вообще в двух словах что такое путь сердца да почему он важен и что под этим имеется ввиду чтобы люди понимали о чем мы будем вообще говорить следующий час да мне сказать да конечно путь сердца да на самом деле как раз зеленая майка так во первых ребят друзья начнем с того что ну я люблю я просто изучал бытовую магию мне нравится надо очень прикольная штука и пятница это считается день венеры день любви а для меня любовь это ну это это природа а природа она ну она конечно имеет всякие все абсолютно все цвета да но она зеленая вот поэтому сегодня я одеваю зеленую майку и она мне просто дает такую символику еще больше любви и я сегодня утром делал практику дыхание на сердце но прокачивать сердце вот и сегодня мы решили поговорить про путь сердца да она завязана с безупречностью с воинской безупречностью о которой мы говорили в прошлый раз у нас летела эфир то есть вселенная не захотела чтобы мы его сохраняли возможно она захотела чтобы мы сделали просто этот эфир и сегодня мы дадим вам для мужчин ну для женщин тоже но в основном как бы это для мужчин пару техник чтобы вот там ну приблизиться к этой безупречностью о которой мы будем говорить да но это будет чуть попозже в эфире чтобы вы его посмотрели да так делают да что такое безупречность уже в двух словах скажу что все понимали не путались ничего там сложного нет безупречность это просто правильное расходование вашей энергии да у всех людей есть какое-то ограниченное количество этой энергии жизненной силы какой-то и вот правильное расходование называется безупречный образ жизни то есть мы убираем из своей жизни то что как бы нашу энергию расходует туда куда не надо да оставляем то что соответственно ее либо сохраняет либо приумножает грубо говоря если вы хотите черпать воду делать это дырявым ведром невозможно то есть сначала нужно ваше ведро ваше сознание сделать менее дырявым и тогда можно будет черпать что-то вот делать ведро недырявым это и есть безупречный образ жизни в него входит много что начиная там от питания и заканчивая там правильным дыханием остановка внутреннего диалога там это важно да да слышать себя у сердца это будет но чувствовать мир мир нужно чувствовать помимо того чтобы нужно понимать разумом эта функция тела а есть еще его чувствовать эта функция души как вот да в нашей ну вот у нас так принято да дух душа тела вот душа это эмоциональная часть эмоциональный интеллект как это сейчас можно говорить да эмоциональный интеллект вот этот жизнь с помощью эмоционального интеллекта это есть путь сердца ну по большому счету и доверяться своей интуиции да 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 потому что разум обмануть можно чувства обмануть нельзя мы всегда чувствуем если активно эта штука я просто хотел сказать что как как часто мы спрашиваем совет у кого-то но мы знаем ответ мы знаем как надо действовать и не действуем а потом мы говорим блин а почему я не послушал себя потому что мы ищем внешних подтверждений постоянно да нам нужно чтобы кто-нибудь нам сказал мы сами себе не авторитет да вот именно но это это детская тоже история понимаешь дети же постоянно спрашивают разрешение у родителей мама можно я слушаю компетку там папа можно я пойду погуляю то есть это детская тоже психология ребенок постоянно спрашивает разрешение у родителей привыкает как бы чтобы кто-то за него принимал решение плюс люди которые служили много в армии силовых структурах там тоже это иерархические структуры там знаешь копать от забора и до обеда за тебя принимают решения а вот то что мы говорим да про путь сердца наоборот ответственность принять за свою жизнь ты отвечаешь не мама не папа не начальник не командир там никто-то а ты отвечаешь не несешь полную ответственность за все хорошее и плохое что происходит это тоже часть пути сердца да но у нас как бы такое общество мы мы воспитываем детей так и потом нам самим же надо оттуда будет вылезать и нашим детям тоже нужно будет вылезать да и приходи ну идти к этому пути сердца чтобы прислушиваться себя и доверяться самому себе или своему своей интуиции или сердцу да ну и как бы один из первых таких шагов туда мы уже говорили об этом эта остановка внутреннего диалога потому что эти способности вот это ощущение доверие себе она идет из тишины не из бетономешалки которая в голове идет которая тоже расходует энергию бетономешалка я просто вот я попнул я буду как твои слова разворачивать понимать терминологию считается человеческое тело имеет какое-то количество ограниченной энергии да ну вот мы там потребляем еду кушаем еще энергию вырабатывать тело 80 до 80 процентов зависимости от рода вашей деятельности мозг потребляет понимаете вашей энергии потребляет мозг и вы должны понимать вот у вас есть там 100 литров бензина например 60 вы родите в мозг или 30 соответственно вы меньше думаете а больше физически работать то есть у вас количество ограниченное вы должны сознательно распределять на что вы готовы ее тратить и на что вы не готовы вот львиную долю в мозге эта энергия уходит на болтовню пустую болтовню там как музыка играть ну на любые вот эти вот движения в голове бессмысленный да внутренний диалог то что называется вот когда у людей голова гудит как пулей тысяча рой мыслей они все жужжат как пчелы там в башке ну у всех разное количество но плюс минус у всех одинаковое вот это потребляет самое большое количество вашей энергии вот это вот жужжалка и пока вы ее не остановите а сделать это со мной стороны очень легко как мы сейчас федором знаем но когда мы с этим согнулись это было практически нереально да то есть вы не сможете накапливать энергию ну как бы это один из самых больших брасну туда куда она уходит расход расход нужно убрать вот остановка внутреннего диалога да вот теперь федор продолжать следующий шаг после остановки дисциплина это относится к безупречности воина дисциплина это касается всех аспектов жизни еды вредных привычек вообще всего абсолютно быть безупречным это быть честным самим собой и нести ответственность за те выборы которые ты делаешь абсолютно то есть это тоже большой такой метод что ли или концепция накопления энергии потому что вот ты договорился с самим собой что например ты не знаю не пьешь не куришь не знаю whatever и ты попадаешь в компанию да и тебя она засасывает но ты останавливаешься говоришь не я договорился и уезжаешь и вот это дает тебе энергию и она дает тебе больше и больше энергии каждый раз потом ты становишься такой сильный что компания исчезает все у тебя начинают быть абсолютно другие обстоятельства но это это просто один пример тут дисциплина вообще всего например ты не хочешь что-то делать ну вот ну ну как но что-то тебя куда-то тянет или что-то но ты знаешь что ты этого не хочешь и ты этого не делаешь ты воздерживаешься ты принимаешь например что какая-то ситуация не складывается ты не тратишь твои эмоции на это ой блин не сложилось не пришли или там кто-то опоздал или какие-то пробки или еще чего-то бум неважно ты осознанно и об этом ты накапливаешь тоже энергию что ты например не потерял эмоции не расстроился да зря не не там не накричал или еще что-то это все относится вот к этой безупречности и остановка внутреннего диалога конечно же помогает этом потому что она дает тебе осознанность она дает тебе увидеть происходящие процессы в твоем теле да потому что диалог он ведет к эмоциям если мы там болтаем что-то да там ругаем с кем-то в голове она идет дальше по телу живот в сердце во все органы мы перестаем дыхать да мы ну не дышим в этот момент то есть в итоге все идет на накопление энергии да и попусту ну попросту не не тратить не тратить ее не расходовать его куда угодно потому что ее становится только меньше с возрастом ребят ну вот да в человеке же разные разные типажи энергии да там есть воспроизводимое есть не воспроизводимое вот считалось как бы да в разных там традициях считают что человек это вот рождается вот как энергетическое тело да потом как комета летит из момента рождения в момент смерти по дороге оставляя за собой след вот из этой вот энергии до своей жизненной силы он ее тратит тратит какой-то момент лежит а жизненная сила заканчивается человек умирает вот процесс умирания смерть это ну вот закончился бензин закончился и безупречность о которой вот говорить сейчас мой друг федор это вот перестать ее расходовать бессмысленно и никуда и направить какие-то позитивные моменты есть более глубокая вещь всей этой истории там ее можно возвращать эту энергию потраченную вами когда-то но это не тема сегодняшней передачи а федора как вот на твой взгляд ну ладно внутренний диалог очень много потребляет а какие вот еще бы если бы ты так составил рейтинг потом по количеству ну то есть рейтинг мест куда мы больше всего сливаем еда пищеварка очень много энергии уходит на нее очень много энергии уходит на ненужные дела абсолютно вообще но они завязаны все на ты сам знаешь на внутреннем диалоге на страхе больше ничего нету и мы говорим про путь сердца но я просто верну нас назад немножечко к нему потому что ну пути сердца есть наслаждение которое наслаждается как бы самим путем самим прохождением этого пути нету да мы говорили уже об этом есть путь и окей он как у нас он такой у всех он как волна в океане он бывает вообще плоский да там бывает шторм там бывают такие свежие волны и весь этот а как понять что путь сердца является путем сердца вот так вот определить вот человек сейчас спросит а как вы отличаете один от другого вот я вот например человек вот смотрят на зрителей потом будут люди смотреть я просто живу там как вот люди все живут являются ли это путем сердца или нет тут какие критерии на самом ну мы с тобой я тебя тоже спрашивал это потому что у меня тоже есть неуверенность и мое определение таково путь сердца это идти туда куда тебя душа тянет и там где страх туда куда тебе страшно идти вот для меня это путь сердца вот мне есть вещи которые мне были очень страшно делать я все равно делал потому что мой дух этого хотел я хотел этого неважно кто там что там скажет все равно я это делал я терпел да это давало мне ну я болел от этого вот для меня это будет сердце идти там где страшно чтобы дойти до того места когда страха уже нет но чтобы дойти до того места где страх и не сначала нужно идти страху в лоб вот это путь сердца. И можно тоже себя спрашивать. Если ты выбираешь путь, если у тебя предстоит какой-то выбор, можно просто себя спросить. В этом пути есть сердце или нет? И твое тело, оно тебе скажет. Ты понимаешь, в чем дело? Мы сейчас говорим, с одной стороны, вроде простые сейчас для нас вещи, а с другой стороны, для человека, который вообще, например, ничего не чувствует. Большинство, не знаю, 90% людей, которые вокруг меня находятся, вот нас встречали в жизни, они же реально ничего не чувствуют. Они не чувствуют чувств, ну, чувств не чувствуют, да, там, может, какой-то гнев, там, агрессия, но это не те чувства. Это производные страха ваши. А вот чувства, да, они не чувствуют, у них сердце закрыто. Как, если у человека закрыто сердце, он может найти путь сердца? Это, мне кажется, нереально. Это надо почувствовать. Ты должен идти, у тебя барометром, то есть стрелка компаса, ведущим тебя по жизни, уже является не, там, не знаю, программой какие-то, которые тебе в голову вложили, а твои ощущения. Вот ты, грубо говоря, все тебе говорят, что нужно идти сюда, но я так живу последние, вот, ну, не знаю, годы, может, какие-то, да, а я чувствую, что нужно идти сюда, и я пойду все равно в эту сторону. И потом, только через какое-то время я пойму, что это был действительно правильный выход. Но у меня ушли годы, чтобы научиться, во-первых, а, чувствовать мир, а, второе, верить себе и доверять миру и делать то, что ты чувствуешь. Это же на самом деле вызов, ты представляешь? Ну, тебе говорят, делать надо вот так. И все тебя убеждают, и логические доводы приводят, и говорят вот так, 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 и куча аргументов. А ты чувствуешь, что нет. Ну, вот нет, и все. Надо вот по-другому. И это борьба же не только, ну, и с собой, конечно, тоже, еще и с окружающими получается. Правильно же? Ну, тогда... Ну, то есть тут два компонента. Первый, нужно научиться чувствовать, в принципе, что-то. Чувствовать хотя бы что-то, чувство пробудить. Ты знаешь... Второе, научиться доверять своим чувствам и миру доверять. Вот как-то доверять. Это вот и есть та самая интуиция. Это, знаешь, когда мне обострилось на войне в Донецке? Это вообще вот у всех вот в критических ситуациях обостряется вообще капитально, потому что там все вопрос жизни и смерти. Вот когда вопрос жизни и смерти, у тебя отключается мозг. Ты вот просто вот, ну, на каких-то вот шестом чувстве живешь. В противном случае ты не выживешь. Варианта нет. Чувствовать надо. Здесь можно сидеть, там нельзя сидеть. Тут нужно как-то пригнуться, а там нужно как-то подползти куда-то. Это вот на инстинктах. Есть такое понятие, например, вот в армии живучесть называется. Ты можешь быть супер какой-то натренированный солдат, там, не знаю, мастер спорта по всем видам спорта, по стрельбе и по карате, по чему угодно. Но живучесть у тебя низкая. Это значит, ты умрешь в первом же бою. И вот есть специальный, вот, например, ГРУ, да, вот эти разведка военная, там же более глубокое обучение идет. И у них один из самых главных критериев, по которому они отбирают уже людей, это живучесть. А я вот, ну, как-то общался с ними, он говорит, ты понимаешь, мы, говорит, обезьяну можем научить стрелять хорошо. Там, медведя на велосипеде кататься. Ну, ты пойми, вот приходит какое-то количество человек, ну, ГРУ говорят, 100 человек новобранцев, они все спортсмены, все там что-то, что-то, что-то могут. Но мы не знаем, какая у них живучесть. Подготовка одного серьезного, например, ну, спецназ ГРУ, если брать серьезный, это до миллиона долларов уходит на одного человека, понимаешь, подготовка. Это, ну, годы и деньги вкладывает государство. А как нам понять, какой смысл, если в этого в Афе вложишь деньги, его в первом же бою грохнут. Зачем он нам нужен, если у него живучесть низкая? Я говорю, а как это проверяется? А очень легко. Мы их отправляем на войну, ну, реально, в боевые действия. Такие, чуть-чуть подучили, и в боевые действия. Там уже сразу видно бывает, у кого высокой живучести, у кого низкая. И у тех, которых потом оказывается высокой живучесть, вот их уже и тренируют потом. А я говорю, а от чего это качество зависит? Мне же интересно стало, ну, я же понимаю, что как-то с энергией, с сознанием, мы не знаем. У нас просто есть такой критерий, написано, живучесть, и там ставятся баллы. Уровень живучести человека. Понимаешь? Это врожденное что-то, иррациональное. Понимаешь? Я говорю, тут я просто вот видел ситуацию, сидит парень, там забивает патроны, обстрел минометный идет, он бац, подрывается и бежит под другое дерево с другим парнем. Это они потом рассказывают. И говорят, мы туда перебегаем, сели под другое дерево, там метров 20-20, тут мина упала, где они сидели. И тот его спрашивают, ты чего туда пошел? Я говорю, я не знаю, я почувствую, что надо в другое место идти. Иррационально. Вот это есть, вот эта вот личная сила и путь сердца. А там оно врубается со страха. То есть страх смерти, поэтому про мелюзговых тиранов. Почему, когда Дон Хуан в этих книгах писал, идеальная ситуация, когда есть и другого тирана, который может тебя убить. И в этой ситуации ты хочешь, не хочешь, как бы, тебя активируют. Ты должен выживать. Ну или ты выживаешь, или ты не выживаешь. Да. Поэтому сердце чаще всего вот у воинов пробуждалось раньше. Вот часто воинов нет. Военных много, воинов мало. А вот воины, которые реально, воины, которые реально там в контакте, да, вот там, не знаю, раньше на мячах дрались. Или военная разведка, которая непосредственно соприкасается с противником. То есть люди, которые преодолевают свой страх постоянно. Там человек, который стреляет из пушек за 50 километров, но он никакой не воет. Он просто убийца, да, хорошо дрессированный, и там, на кнопки нажимает, и не воет. Воин это тот, который страх смерти преодолевает. И вот преодолевая страх смерти, у тебя включается сердце. У меня там включилось, понимаешь, эти все, вот эти все моменты. До этого это все были разговоры. А тут, бах! И я понял, что такое сделать смерть союзникам. И что такое, когда она выше затылок. Вообще меняется все. И вот люди, которые это все проходят, они же, вот я даже видел ребят, они менялись. Их трансформировала эта штука. Но это травматичная вещь. Есть гораздо более, как скажем. Да, давай поговорим про войну, которая происходит у нас у всех здесь в голове. Да. Потому что мы говорим про воинов, но я, безусловно, не боец, не военный. И я больше как... Короче, я воюю, я воюю, ну, здесь война происходит. Нет, а эта терминология из-за этого туда и пришла, понимаешь? Почему это называется путь воина именно? Это вот терминология даже перешла туда. Ну, это так и есть, потому что мы воюем сами с собой, мы смотрим себе зеркало и говорим себе всякие разные вещи. Да. Ну, лично я про себя скажу, что, как бы, самооценкой я видел вообще, ну, не то, что видит камера. Абсолютно. И это постоянная война была. И вот Наташа здесь написала по поводу, что сначала надо найти себя, свои желания, полюбить себя, и только потом ты пойдешь по пути сердца. Я частично с этим согласен, потому что, ну, у меня это реально произошло. Я понял свое предназначение. И по поводу, я хотел еще сказать, вот ты говоришь, что есть люди, которые ничего не чувствуют. Я думаю, что все что-то чувствуют. Но как вот людям, которые, у которых меньше, ну, развито чувство, да, а как им понять, как им выйти на пути сердца? Ну, ну, мне просто такой инсайд пришел. Если это связано, например, с работой, да, ну, например, человек делает какую-то работу, ну, она его задрала, ну, ненавидит он ее. Он себя обманывает каждый день. Он ходит на нее, потому что он хочет, ну, ему надо выживать, ему нужно кормить семью, но он ее ненавидит. Вот это не путь сердца. А самое простое... Это страх. Самое, смотрите, самое простое, я сейчас вспомнил. Самое простое, определить это то, что ты не хочешь. То, что ты хочешь, это сложно. Это очень сложно. Но это очень просто понять, чего ты точно не хочешь в своей жизни. Вот то, чего ты не хочешь, просто можно исключать. Вот ты не хочешь там, вот такого общения, исключай. Ты не хочешь делать это, исключай. Составь целый список исключения всего того, чего ты не хочешь. И так, ты можешь понять или приблизиться, по крайней мере, к тому, что ты захочешь. Make sense? Конечно. Вот тут написал. Подожди. Часто путают любовь к себе с эгоизмом. Да, я вот, example, номер один, пример. Многие годы, почти всю жизнь, я, у меня была возлюбненность к себе. Гордыня, эроганс, эгоизм. Он был спрятан под маску. Я думал, что я вот такой хороший. Я всем вот тут сделаю все это самое. Нифига, это просто эгоизм еще был. Я его лично не видел. Он был, он спрятан был. И это очень трудно его разыщить. И трудно его увидеть. Почему? Потому что мешает страх. Ты смотришь себя в зеркало, и ты себе врешь, потому что тебе страшно признаться, что ты сраный эгоист. Или что ты там, ну, у тебя гордыня, и что на самом деле ты только о себе думаешь. Потому что страх препятствует. Страх первый враг человека. И страх, ой, извини, он такой хитрый тоже. Ну, он в маске все время. Конечно. Но все равно. Пока у вас пока есть страх, там нет пути сердца. Вот это тоже. О, вот это точно. То есть пока там есть, ну, давай вот еще, подойдем еще поближе. Как вот понять, как подойти к пути сердца? Да нужно максимально искренним быть самому себе. Смотреть в зеркало и говорить, что да, ты такой-то, ты виноват на самом деле. Ну, не осуждать себя, не говорить, не говорить, а просто принимать, что да, вообще-то это я. Вот чем больше я это делал, тем ближе я подошел как раз к сердцу и к потерю этого страха. Вот и все. И это очень трудно, это болезненно. Ну, просто это трудно. Да, согласен. Принимать все и понимать, насколько ты на самом деле такой-сякой. С одной стороны. С другой стороны, ты знаешь, что твоя формочка, ты формировался, ну, не ты один здесь. Тебя формировали родители, бабушки, прабабушки, все люди, которыми ты знал. Это твоя формочка, твой путь. Поэтому ты можешь как бы тоже принять и понять то, что, ну, не совсем ты такой плохой, не совсем ты виноват. Ну, потому что, ну, не так оно. Все. Ты же не один тут живешь. Вот и все. Но это... Я классно с тобой. Ну, Алан, ты знаешь, что это не так просто. То есть говорить об этом сейчас просто, да, но это целый путь, это целая жизнь. У каждого своя реальность. И мне кажется, каждый человек на земле, ну, может не каждый, но очень много людей ищущих. Кто ищет. Ты понимаешь, вот чем прекрасно надо. Так а что ищут? Вот что ищут? Они ищут, ну, как бы, я говорю тут про себя, да? Ищут, добрый вечер, ищут, как раз, может быть, вот этот вот путь. Они ищут себя. Ну, себя, но это вот себя. Люди ищут себя, они понять этого не могут. Подожди, себя, подожди, что такое себя? Себя – это синхронизация с создателем, с духом, окей, с духом. Вот себя. Это синхронизация с твоим двойником. я не знаю, ты можешь меня развернуть сейчас. Ну, с духом, да. Дух, да, с духом. Ищут эту синхронизацию, где, о, да, все, вот она когда синхронизировалась, вот это я хочу делать, вот этим я хочу заниматься. И я сейчас вспомню... Ты понимаешь, вот первый шаг в этой всей истории вообще осознать, что у вас кроме тела, что вы не тело, что у вас есть еще что-то, да, там этот дух, что он, во-первых, есть. И вот процесс, ты говоришь, поиска, поиска контакта с этим духом, да, с твоим, то есть с твоим я, вот этим, да, сверх я, или там сверхсознание, оно начинается с момента, вот что-то человека толкает на эту мысль, да, и тогда он уже начинает искать пути к этому. Но вот что толкает на эту мысль, что является этим толчком, помнишь первое абстрактное ядро, толчок духа, что является этим толчком, живет, живет себе человек, работает там водителем на газели, все у него хорошо, там, да, пиво, там, шашлыки, а в какой-то момент бац, что-то в голове переключается, он понимает, что он так жить больше не может. Или сон. Ну да, все что угодно может быть. Да. Сон, болезнь, клиническая смерть, там много всяких бывают историй, я разные слышал варианты. Но вот что-то это переключает, и тогда он начинает что-то искать. Да. Потому что он как бы просыпается и понимает, подожди, что случилось? Вот извините, я просто хочу ответить, но вот можно ли найти путь аскетизмом? Я считаю, что нет. Аскетизм произрастает из чувства собственной важности, из гордыни. Вот это аскетизм, о котором, да, это тоже гордыня своеобразная. Я даже не знаю, что это слово, ну просто у меня словарный запас. Ну это полное самоограничение в чем-то, да, там вот аскезу какую-то берут, я выйди и видел аскеты, вот он постоянно с поднятой рукой, вот он 20 лет, у него рука высохла, но он руку поднял, это его аскеза. Это он считает свое служение Богу таким образом. Понимаешь? Ну аскеза, ограничение себя. Мне кажется, это насилие какое-то. Конечно, это именно насилие над собой, над своим телом. То есть такое отрицание тела идет. Тело это типа фигня. Ну давай еще коснемся темы, что мы люди, да, и надо жить тоже в наслаждении. Я против насилия, фанатизма и, извини меня, задротства. Я сам такой. Я сам. Вот это моя война. В этом я воин. Я воюю с самим собой. Чтобы не фанатеть, не быть задротом, да, просто быть человеком, спокойно отдыхать, общаться со всеми абсолютно людьми, ничего не навязывать. Вот просто я раньше, я это делал все. Это тоже моя гордыня. Сейчас вообще нет. У каждого, каждому тоже свое. И вообще не каждому вообще-то тоже нужно это все. Согласись, что есть люди, которые абсолютно счастливы, им вообще ничего не нужно, и все прекрасно, это вообще прекрасно все. Вот. Сто процентов. И что еще? Ну давай немножко вернемся к этому воинской концепции, потому что мы, ну это глубокая концепция, то есть мы воюем сами с собой, мы наслаждаемся нашим путем, наслаждением самого пути, да, и мы готовы умереть за каждый поступок. Ну это вот безупречность, воинская безупречность. Несем ответственность. Да, то есть мы несем ответственность за то, что мы говорим, за то, что мы делаем, за то, что мы не делаем, да, и мы используем как наш, ну как смерть, как наш советник. Потому что в любой момент мы знаем, что это может оборваться, и возможно, там где-то мы скажем, блин, а почему я не потратил эти деньги на отпуск для семьи? Что мне сейчас делать? Я умер. Ну понимаешь? Или почему я, почему я нахамил этому человеку, а я не хотел его обижать? То есть это делает жизнь намного проще, но это как по мне. Намного проще. И мне тоже нравится вот идея о том, что это единственная жизнь. Вот черт, ну не хочу вот про это все, что там перевоплощение, да, мы сегодня в группе обсуждали вот это все. Да мы не знаем, блин, ребят, никто не знает, никто ничего не знает. Все вот эти вот все там теории, опыты, это все может быть просто вот, просто часть вот этой игры, этой симуляции или вот этой реальности, в которой мы находимся. Все вот эти идеи по поводу вообще всего тоже. Поэтому, если это, ну как, единственная жизнь, которая у нас есть, то максимально нужно прожить ее тоже без каких-либо, ну чтобы не жалеть, да, чтобы не жалеть в конце, что вот я не пошел туда, я не сделал так, как я хотел. Вот это безупречность. Делать максимально. Пылесосить под кроватью. Вытирать пыль на шкафу, где никто не видит. Выкидывать в мусор, если не попал, пойти подобрать его, положить все-таки внутрь, а не пройти, нафиг, типа. Вот для меня это безупречность. Вот в каждой штуке. И как будто оператор все время снимает кино. Прямо сейчас кто-то снимает все время что-то. Вот как ты себя вел, если бы ты потом смотрел кино, в котором ты главный актер? Тут вот вопрос задают. Когда начинаешь жить по-другому, сейчас сталкиваешься с непониманием окружающих. Естественно, вы с первой, что столкнетесь, это с непониманием окружающих. Когда вы начинаете меняться внутри, там, сначала меняется, там, ну вот сознание, там, все вокруг, а потом начинает меняться мир вокруг, а это меняются люди. Вас начинают окружать другие люди. Вот вы с людьми на одной волне. Вот волна, это же, да, весь выражение на одной волне. Хорошее выражение такое. И вы перестаете быть на одной волне с вашим окружением. И с этим нужно как не то, что смириться, а принять это как данность. У вас просто меняется окружение. И вы найдете людей, с которыми вы на одной волне, других. Потом вы опять изменитесь, опять меняется окружение. Это происходит постоянно. И чем больше вы меняетесь, тем чаще меняется ваше окружение. Потому что мы всегда ищем всех, с кем мы на одной волне. Вот подписчик Ван Дана пишет, что она в корне не согласна. С чем вы не согласны Ван Дана? Напишите. Алан, я хотел добавить вот по поводу вот этого окружающих, да, там присутствует страх. Потому что когда вы меняетесь, а другие не поменялись, у всех, у нас, у всех людей есть этот страх. Он у нас, ну как бы, у нас само рождение. Он нам даже помогает двигаться. Но там же есть телесный страх, да, который на автоматике за выживание. Да, этот вот, ну он нам нужен. А вот паранойный, который мы себе наговариваем через внутренний диалог, и за счет, ну как, за счет которого мы считаем, что с нами что-то не так, эти эмоции ведут к, ну просто к зависти самой обычной. И поэтому окружение, оно начинает даже неосознанно, на неосознанном уровне слегка завидовать вашему хорошему настроению, то, что вы меняетесь, то, что вы стремитесь там куда-то, и у вас что-то получается, да, и поэтому оно начинает так себя вести. И поверьте, я через все это прошел. Вот именно так. Так вот подписчик Ван Дана пишет, она не согласна с тем, что у нас жизнь одна. Понимаешь, Ван Дана, дело не в том, что согласен, Федор тоже, наверное, не согласен, но дело в том, что если ты будешь понимать, что у тебя одна жизнь, ты будешь максимально эффективен, и ты не будешь оставлять все на потом. Представляешь, как ты знаешь, что тебе осталась жизнь и жить один день. Вот ты четко знаешь, один день у тебя остался в жизни. ты постарайся использовать каждую минуту по максимуму, чтобы что-то сделать ты не будешь тратить время впустую когда ты будешь точно так же к жизни относиться что она одна, не думая вот она одна, все и ты будешь максимально стараться сделать сейчас все ты не будешь думать, а ничего, в следующий раз получится или еще потом это идет про это, про то, что нужно быть максимально эффективным вот собственно говоря о чем речь это не про то, что там Федя верит или не верит я обидно слушаю Алан, ты знаешь, что я хочу верить конечно я, мне нравится эта идея, она мне нравится воин не верит, воин хочет верить воин действует, как будто он знает, но он не знает он ни хрена не знает и я не знаю меня греет эта идея перевоплощения, что мы живем несколько разных, там может быть сотни тысяч, миллионов жизней одновременно что вселенная это луковица со многими слоями то мне нравятся эти концепции потому что меня, я же ощущаю так же, как и ты через сны бывают сны, где ты видишь абсолютно параллельные реальности но там шкаф стоит в другом месте в твоей комнате и дом повернут по-другому что это все значит? почему оно так? конечно хочется верить но мы не знаем есть фактор ну не это самое а ноубл, да? ну фактор непознаваемости есть фактор непознаваемости потому что если бы нам все было вот точно известно тогда было бы неинтересно жить поэтому создатель убедился в том что всегда будет фактор непознаваемости это загадка всегда что-то остается загадочное для нас и это наша морковочка конечно развитие чтобы было это игра развитие да, развитие развитие тут вопрос задают Алан Федор, скажите, пожалуйста если жить по совести то законы не нужны но конечно не нужны законы это альтернатива когда у людей пропала совесть знаете, вот есть древнеегипетскую я сейчас мифологию очень изучаю она мне очень нравится вот именно религиях древнеегипетская она очень как-то вот не знаю и в общем там смысл в чем был что есть жизнь правда есть кривда да, ложь вот именно не ложь а именно кривда то есть обратная правда и они вот постоянно находятся в разбалансировке то как бы этап человеческой жизни когда правда доминирует а когда кривда доминирует вот когда доминирует правда тогда люди живут по совести им не нужны законы понимаете почему в Советском Союзе так мало говорили про законы да, вот я помню даже вот в автобусе мы ездили пять копеек передавали там вот такую штуку откручивали билет давали потому что люди жили по совести и законы были не особенно нужны совесть да потому что душа чувство от совести человека была когда это дело отрубили откручивали сказали что-то не надо выкинуть на помощь то совесть мешает жить тогда законы Вот сейчас нас пытаются впихнуть в эту западную цивилизацию, которая живет по законам. Закон – это то, что за оконом. Мы жили в коне, а теперь по законам. То есть совесть не нужна, тогда что должно ограничивать человек с людьми совестью? Ну, законы. Это альтернатива, два антипода, понимаете? Правда и кривда. По совести это правда, а поэтому это кривда. По закону. Да. Да. Не знаю, мне кажется… А вы знаете, вот в этих всяких… Ну, сразу же я литературу читал. Ну, эту духовную. Вот считается, что вот нижний мир, вот верхний мир живет по совести. Потому что они как бы… Душа у них там все, да, светлая. А нижний мир живет по закону. И они являются законниками. Потому что что у них в совести нет? А закон – это регуляторы к жизни. Четкий закон, они все соблюдают закон. Понимаете? И все, что по закону – это все проекция нижнего мира в наш мир. А все, что по совести – это проекция верхнего мира в наш мир. И тут оно как-то взаимодействует. Вот при Советском Союзе у нас была доминанта совести, вот этой штуки, да, правда там, даже фильмы… Ну, блин, вся массовая культура была там построена. А сейчас доминанта закон. Потому что сейчас как бы правят представители нижнего мира. Ну, если так говорить образно, да. Вообще уже биороботы скоро будут. Не представители никакого мира, просто, знаешь, роботы. Но по сути, если так брать концепционно, то так, правда и кризис, да. Так, есть люди с разным сознанием. Да, я абсолютно согласен. И кому-то реально не нужна ни морковь, ничего не нужно вообще. Мы все разные. Друзья, все разные. У всех разная, абсолютно уникальная реальность. Каждый уникален. Вообще. Кому-то заходит что-то, кому-то что-то не заходит. Мы с Аланом говорим то, что мы с ним вообще встретились. Вот нас объединяют эти воинские концепции. Они нас зацепили. Потому что мы с Аланом, мы жили по ним еще не читая про них. Мы просто, когда я прочитал про эти концепции, я понял, нифига себе, кто-то концептизировал мою жизнь. Я так уже жил. И мне говорили, друзья там старые, с кем я уже не общаюсь, что я сумасшедший, что это ненормально, что так никто не делает. И я сомневался в себе. Но когда я прочитал и узнал, что есть концепция, я понял, что нет, я все правильно делал. Для меня это правильно. Так вот, давай еще коснемся личной силы. Для чего она нужна? Давай. Давай коснемся личной силы, а потом перейдем к лайфхакам. Я вам лайфхак по внутреннему диалогу, а ты вот то, что ты хотел. Да, хорошо. Значит, я просто хотел добавить по поводу личной силы. То есть через остановку внутреннего диалога, действия и бездействия, выбора, осознанности и дисциплины, да, каждый раз, когда мы выполняем то, что мы с собой договорились, мы накапливаем энергию, личную силу. Мы накапливаем и накапливаем ее. И потом вот с помощью вот этой личной силы, а она дает уверенность в себе, по сути дела это и есть личная сила. Это некая личная сила, некая уверенность в себе, что вот ты, что сложится так, как ты хочешь. Потому что ты в этом уверен. Вы знаете, вера, смотрите на религии, вера двигает горы. Вот это личная сила, про которую я говорю. Вот через воинские концепции, которые мы здесь обсуждаем, вот так она накапливается, ну так, как мы знаем, да, и она используется для того, чтобы, ну, манифестировать и жить так, как вы хотите. Вот и все. И поэтому сейчас я дам просто очень простое упражнение, с чего можно начать. Обратите внимание, как вы завязываете шнурки, с какой ноги вы начинаете. Возьмите и начните завязывать их с противоположной. И просто каждый раз отмечайте, что сейчас вы завязываете их с другой. С какой стороны вы начинаете, с какой руки вы начинаете стричь ногти? Возьмите и начните стричь их с другой стороны. То есть я всегда начинал правую стричь, да? То есть левую. Начинаем стричь правую. Какой рукой мы, это мужчина, ну, женщина тоже. Вы бреетесь. Возьмите и начните бриться с другой рукой, с другой стороной. Все. Это отличное начало для осознанности. Да? Ты знаешь эти хаки, Аллен? Оно просто начинает давать сбой здесь. Оно просто начинает менять очень простую привычку. Месяц так поделайте. Ну, то есть, я не хочу, чтобы были ожидания, но это очень хорошее начало, очень простое. Это просто меняешь привычку на что-то другое. Оно просто элементарно дает тебе увидеть другую картинку. Ну, везде просто. Но ты начинаешь с себя вот эти вот маленькие вещи. Ногти, брить. А, и забыл самую главную. Зубы чистить. Какой рукой зубы чистите? Возьмите это и начните чистить. Во-первых, у вас голова начинает работать по-другому, когда вы подключаете другую руку. Я сейчас полностью, я могу и правой рукой делать то же самое, что левой. То есть, вот благодаря этим маленьким техникам, ну, я еще на барабанах играю, правда, тоже очень помогает барабанить, да? Ну, не у всех есть барабанная установка. Но это помогает просто увидеть другую картинку. Потому что, смотрите, там вот кто левша, например, это творческие люди, да? Они думают творческие. Так если вы правша, и вы подключаете левую руку, то у вас будет творческий взгляд на все. А жизнь это творчество. Талтеки, вот мы любим Кастанеду, да? Это все, там толтекские все. А толтека это значит артист. Это человек искусства. А искусство у них... Художник. Ну, художник, да. Но это художник, который рисует свою жизнь. Понимаете? Поэтому это мои лайфхаки на сегодня. Для безупреждения и раскрытия сердца. Очень полезно. Вот, образуется нейронная связь. Да, все правильно. Да, да, да. Зачем, типа, придумывать велосипед, если есть уже религии? К сожалению, религии, ну, по крайней мере, те, которых, наверное, я сейчас думаю, они закостенели настолько и превратились в ритуалы. Там нету процесса трансформации себя. Там есть просто тупо ритуалы. Пришел, заплатил деньги, что-то там сделал, кто-то поставил, кому-то руку поцеловал и все. Это не ведет к внутренней трансформации глубокой. Там банки есть. Поэтому... Законы свои. Да. Да. Это уже такая огромная конструкция, которая скоро рухнет под собственной тяжестью. Давай не будем про нее. Это вообще... Я просто сейчас... Нет, вопрос задали, я ответил. Да. Я просто сейчас хотел добавить, знаете, я был сейчас в небольшом маленьком городке, и я увидел просто батюшку на очень крутой тачке. Я подумал, нифига себе. Это куда пожертвования идут? Ну, ладно, я не хочу этого касаться. Да. А по поводу, какой лайфхак я хотел дать, это по поводу остановки внутреннего диалога, этой болтовни в голове, которая... И концептуально здесь есть два вопроса. Вот если вы всерьез этим займетесь, а что для этого надо? Нужно, не знаю, погрузиться в тишину, чтобы было тихо там дома или где вы находитесь, и от страницы начать слушать, что происходит у вас в голове. Просто вот сидеть и наблюдать, эту позицию наблюдателя занять. И вы тогда поймете, что есть две вещи. Есть диалог, то есть когда вы участвуете активно в этой беседе, осмыслении там или еще в чем-то, есть монолог. Когда вы в этом не участвуете и как бы со стороны наблюдаете, что там происходит. Вот первый шаг к остановке внутреннего диалога и вообще всей этой внутренней болтовни это превратить диалог в монолог. Перестать в нем участвовать. А стать таким, ну скажем, пассивным наблюдателем. Хотя бы, я не знаю, 15 минут, полчаса в день этому уделять. Перед сном. Лучше утром, когда у вас энергии много, потому что вечером тяжелее. Когда у вас много энергии. Остановитесь просто и наблюдайте, что происходит у вас в голове. Вы просто очень сильно удивитесь. А остальном, что делать дальше, это уже будем разговаривать дальше. Давай немножечко завершим с религией. Я ничего вообще не имею против религии. Я хотел бы рассказать по поводу того, что вот во многих религиях, ну я многие не знаю, христианство, кудаизм, ислам, там тоже практикуют остановку внутреннего диалога. Мы уже говорили об этом. Читать молитвы. Их поют. Когда ты поешь, ты останавливаешь внутренний диалог. Индусы мантры читают. Вот у меня был эфир сделать, когда мне рассказывал про, по-моему, хатку йогу. Они читают кучу мантр, они поют мантры. Потому что моя первая остановка... Ты понимаешь, почему мне не нравится эта вот история, я тоже так пробовал делать. Но дело в том, что когда ты начинаешь петь, это становится твоим шаблоном. И потом эта штука начинает петь в голове. Да, да, да. Понимаешь, она начинает, она становится доминантой. И тогда ты эту мантру потом из головы не выковыришь. Да. Я просто знал людей, которые читали эти мантры годами. Они действительно остановили этот диалог. Но потом не могли избавиться от этого мантры, от этого товарища его звука. Потому что мантры – это диалог. Ребята, мантры – это диалог. И поэтому это только... Это если вот в терминах разработчика, да, технологического, это костыль. Это костыль. Я рассказывал об этом, мы говорили об этом в эфире, у меня есть ролики по этому поводу. Моя первая остановка произошла за счет того, что я читал, я тогда не знал, что такого слова мантра, я просто повторял предложение, смотрел в точку геометрическую. И оно сработало. Но когда мне нужно было бизнес-встречи вести, когда мне нужно было общаться с другими людьми, то я не мог одновременно болтать мантру или петь ее и говорить с Аланом сейчас. Представьте, ты не можешь думать и говорить одновременно. Ты не можешь вести внутренний диалог и экстернл, ну, внешний диалог. Это нереально. Поэтому это костыль. И все равно, вот в религии, окей, начинаю читать молитвы, но все равно надо дальше идти. Надо все равно идти дальше к остановке. Чтобы не нужно было ничего читать и говорить себе. Потому что, смотрите, читать молитву или мантру это диалог. Окей, пусть это будет монолог. Монолог. Монолог, да. Да. Но, послушайте, это хороший костыль, но он сработал. Просто имейте в виду, что это нельзя его... То есть, какое-то время, вот он сработал, вы почувствовали, потому что многие люди, знаешь, не понимают, что такое тишина внутри. Я один из них, я не понимал, что это значит, что ты имеешь в виду. Что ты имеешь в виду не думать. Внутренняя тишина и остановка внутреннего длога это не значит, что нужно перестать думать. Это вообще не то значит. Это значит только то, что ты имеешь контроль над своим думанием и что ты думаешь. И что из этого думания превращается в эмоцию, а что нет. Или вообще в движение, в действие или без действия. Вот и все. Поэтому с костылем, мантрой или молитвой можно сделать это, чтобы просто почувствовать остановку. И когда ты ее почувствовал, это как фиксация точка сборки. Ты знаешь, что вот этот пункт за фиксацией, это чувство, оно индивидуальное у тебя. Оно значит вот это вот. Все, тогда ты уже можешь к нему возвращаться через медитацию, дыхание или любой инструмент. Пожалуйста. Да, техник много. Это состояние дзен, буддизм. Вот у Кастанеды есть книга по этому поводу «Сила безмолвия». Там вот он про эти все остановки внутренние. Там именно про «Сила безмолвия» называется почитать. Там много есть. Их огромное количество. Ну вот и все разными путями приходят к этому внутреннему безмолвию. Ну вот я сейчас, например, даже вот общаясь с Федором, когда это состояние ловишь, ты уже потом привыкаешь в нем просто жить. Вот я вот в нем живу, чтобы оно ничего не разговаривать. То есть ты думаешь, только когда тебе необходимо думать. А все остальное время ты воспринимаешь. Вы думаете, а что это человек перестал думать, что он делает? Он воспринимает. Он находит. Понимаете? Да, он чувствует его. Он его воспринимает. Он его чувствует. Он воспринимает. И, кстати, мне очень понравилось. Вот слышали такое, типа, где энергия, там ваше внимание. То есть, где ваше внимание, там ваше внимание. Где энергия, там ваше внимание. где энергия, там ваше внимание. Вот, но это стоит энергии. А восприятие ничего не стоит. Восприятие это просто там нет внимания. Вот когда тишина, ты воспринимаешь. Ну, пришел телефонный звонок или смс или что-то. Окей. Тут пишут, что он авантюрист. Да, он авантюрист 100%. И многое чего про него пишут. Не важно, кто сам Кастанеда. Важно то, что написано в книгах, потому что концепции рабочие. И он, конечно, об этих концепциях пишет в разных книжках. Правда? Это же не уникальные какие-то вещи. Просто там хорошая история. Там хорошая сказка. Да там нет. Когда меня спрашивают, почему, почему, я объясняю, на мой взгляд, он дал язык. Вот люди, которые его проклинают, которые его любят, его последователи, они все говорят на его языке, в его терминологии. Осознание, точка сборки, имманации, первое, второе внимание, понятие он ввел, понимаете, дал язык, на котором можно теперь, даже его проклинают на его же языке, в его понятийной базе, слов других не придумали, понимаете? Вот он ввел какую-то терминологию, и все на этой терминологии разговаривают. Это сказка, это не сказка, ну вы знаете, кто-то считает, что и Библия тоже сказка, но эта сказка сформировала цивилизацию, потому что обратно тоже никто не доказал, что это исторические персонажи. Это можно бесконечно об этом говорить, но вот то, что он дал язык, понятийную базу, и сформировал, какую-то концепцию, описал, ну это факт. Да, и знаешь, вот один из моих учителей, Серхио, он никогда, кстати, не читал Кастанеду, никогда. Он ни разу его не читал и не хочет его читать, потому что у него там свои дети, которые учили Талтека, да, и он просто не хотел, чтобы как бы это смешивалось, но ему все говорили, блин, чувак, ты Кастанеда, ты Кастанеда. Знания абсолютно не имеют отношения к Кастанеде, они Талтекские знания, Талтекские техники. Да, он просто описал, хороший писатель был. Уже не важно, что он там был, да, он там сектант был, да, он был развратник. Вы что? Но техники, рабочие, вот и все, это самое главное. Да, давай будем завершать. Мы не, мы не, ну Кастанед, он просто дал, он очень хорошо это все изложил, мне очень зашло. Я вам скажу, что я небольшой, ну не очень такой читательный человек, я вообще посудомойщик, ну, у меня нету высшего образования, меня заставляли в детстве читать литературу, которая мне вообще не заходила, поэтому у меня отвращение было к чтению. Но Кастанеду, потому что, ну, как книжка попала мне после остановки первой, я не знал Кастанеду, я вообще никого не знал, у меня просто, я остановил, да, чудо было, у меня, у меня боли прошли, я стал костры жесть в пять утра на саду у себя, потом появился сон, а потом появился Кастанеда, и Кастанеду я не мог, я не мог эту книжку остановиться читать, я прочитал все томы, вот так вот, вот это единственное, что я не мог остановиться, потому что там было описано, по идее, моя жизнь и мои действия, воинские вот эти вот, поэтому, кто там ему, его обучал, был Дон Хуан, не был Дон Хуан, были разные маги, неважно, тот, кто дал ему информацию, очень мощный шаман или маг, потому что повлиял на восприятие миллионов людей, согласитесь, неважно, кто был Кастанеда, информацию, которую он передал, повлияла на миллионы людей, и до сих пор это намерение этих магов, кто ему там это передавал, Дон Хуан, мы не знаем, оно до сих пор работает сегодня, вот это единственное, что важно вообще в этом эфире, все, все, давай оставим сок, на следующий эфир, да, да, мы просто, ну все, дорогие друзья, передавать это, потому что нам, нам изменило эту жизнь, ну реально изменило, ну как бы, жизнь такая же, да, она просто, самая, самая благодарная работа, друзья мои, это работа над собой, да, вот в жизни, самая благодарная, не где-то работа, работа над собой, над своим сознанием, над собой, Ван Данна, наверное, это будет действительно скоро запрещено, кстати, а вы знаете, что я хотел добавить, был такой гениальный человек, его зовут, его звали Максвелл Мольц, такого слышали? Он написал книжку, которая называется Психокибернетика, она запрещенная здесь, ее, по-моему, с 2004, я вот нашел одну копию на всю Россию, представляешь, вот русскую, этой книжке, на западе она абсолютно, ну, ее можно купить, но здесь я не мог ее найти, ну, то есть я нашел только вот бэушное, вот 2004 года, по-моему, издание, все, ее не продают, обалденная книжка, всем советую. Все, друзья мои, будем продолжать дальше, отправляйте видео своим друзьям, подписывайтесь на страницы Федора, на мои страницы, пишите нам комментарии, что вы хотите. А, добавляйтесь, добавляйтесь в телеграмме в наше кафе сновидение, у нас там группа такая сформировалась, интересная, там у нас есть клуб сновидения, есть кафе сновидения, это вот чат и группа основная, там в основной группе человек 700, а в чате, да, постоянно шок уже человек 300, и вот там люди обмениваются опытом в разных этих практиках, в основном по осознанности, ну, по осознанным сновидениям, а в осознанных сновидениях главное слово это осознанные, осознанность, понимаете, а не сновидение, осознанность, ключ, осознанность, здесь осознанность, мы там тренируем осознанность, где найти ссылки на кафе, заходите в телеграмм, кафе сновидение, но я еще ссылку дам в описании под видео сейчас, она будет в описании под видео, вообще в телеграме кафе с наведением. И там вот Федора увидите, он там регулярно выступает. Пишите нам, пишите вот в комментарии этого эфира, какие темы вы хотели бы, чтобы мы обсудили, о чем вы хотите поговорить. И еще я хотел сказать, что я хотел сказать. А, у меня тоже есть техника остановки диалога, которую я разработал. У меня все как бы в профайле. Найдите, скачивайте, занимайтесь, останавливайте диалог. Мне тут пишут, что я, говорит, ерундой страдаю. Знаешь, такой, говорит, серьезный человек, а страдает ерундой. Это у меня хобби такое, друзья. Да, хобби у меня тоже. Это у меня хобби заниматься изучением самого себя. Своего сознания, своего подсознания. Слушай, а мне кто-то сказал, а что еще делать? А что еще делать? На самом деле. Да. Хорошо. Пишите нам. Все, давайте. Давайте. И теперь сохраню. Смотрите, да. Сохраняй.